Расмеши Снежного Расмеши Снежного Расмеши Снежного Размеши меня, размеши меня А потом еще два часа мы добирались по второй беде Вот, извини Но я надеюсь, до своих мест вы доберетесь намного быстрее Легко, пожалуйста Размеши свежного Размеши меня, размеши меня А для начала я напомню еще раз правила нашей игры Если участнику, вышедшему на эту сцену за одну минуту Удастся размешить наших комиков, они заработают одну тысячу гривен Улыбки или смех наших комиков на втором минуте принесет нашему участнику уже пять тысяч гривен Следовательно, на третьей минуте Десять тысяч гривен на четвертой двадцать И главный приз пятьдесят тысяч гривен Заработает тот, кому удастся рассмешить наших комиков на пятой минуте Все очень просто, мы начинаем Размеши свежного Размеши меня, размеши меня Я нажимаю на зеленую кнопку и минута пошла Если кто-то из наших комиков засмеется, а я их вижу очень хорошо Я нажимаю на красную кнопку Зачем нужна синяя кнопка, неизвестно никому И, видимо, катапульта Не сейчас Ну что ж, мы начинаем? Да! Друзья, есть еще одна приятная новость Сегодня не только участники будут поднимать нам настроение Но и мы попробуем поднять его участников И сделаем это с помощью сертификата на две тысячи гривен От интернет-супермаркета «Розетка.юэй» Спонсора выходных А я приглашаю наших участников Гидроиц Алексей Куванников Виталий И Цыганкова Мария Кременчук Размеши свежного Размеши меня, размеши меня Здравствуйте Здравствуйте Ой, какая симпатичная троица Привет, ребята Как дела в Кременчуге? Очень классно Делаем кразы Продолжаем всех удивлять Конечно Вы делаете кразы, да? Не совсем мы Ну понятно Здорово, ребят Ваше хобби написано в анкете КВН Да, да Играем Вот мы все Когда-то Когда-то Правда Когда-то играли в КВН Честно, для нас Это никогда не было хобби Это было вот что-то, наверное, больше Жизнь Насколько это глубоко в вашей жизни? Оно как бы уже перерастает такое В более масштабный Как это Уровень Забыл слово А ничего, у Леши бывает Да, у Леши бывает А вы-то молчите Леша сказал, чтобы я молчала Давай, не слушайте, Леша Пока то, что говорите вы Вызывает смех, как вы видите Так что вы больше говорите Хорошо Удачи Да, спасибо Ребят, всего большое В КВНе на разминке вам дают всего 30 секунд Мы же даем вам целую минуту Она у вас есть Начинайте, поехали В ювелирном магазине Дорогая, вот смотри, какие золотые кольца Боже, 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 хочу, 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 хочу А вот смотри, золотое коле Золотое, золотое, хочу, 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 хочу Перейдем к серебру Нам, пожалуйста, вот то золотое колечко Человек с очень рассеянным вниманием Ну что ж, дорогие друзья, специально для вас, певица Ёлка, встречайте И Ёлка приносит вам тысячу гривен Очень похоже просто, дело вообще не в тексте Просто очень похоже, поздравляю Теперь понятно, почему просили молчать Здравствуйте Классно Ребята, вы заработали одну тысячу гривен У вас есть возможность забрать их Но Есть возможность взять вторую минуту Скажи ты Мы продолжаем, да, мы берем еще одну минуту А, да, точно Вспомнил Итак, вы продолжаете, вы берете вторую минуту Мы просто волнуемся, я так волнуюсь Сейчас, вы скажете И она начинается Давайте Что делает воспитатель во время тихого часа? Раз, два, три, четыре Покажи сисью Раз, два, три, четыре Покажи, Боб Да ну да, я детей досчитаю, сейчас приду Муж застукал жену с любовницей Лешенька, это вообще не то, о чем ты сейчас подумал Да перестань Украинская пара на круизном лайнере И-и-и-и-с-эй Фо-ре-вэй-вэй-в-а Ну что, растыкалась, малая? Да Пойдем на бар Да, на бар можно сходить теперь по полной Потому что у вас пять тысяч гривен Заметьте, как раз выступление Маши вызывает смерть Да Спасибо Здравствуйте Здравствуйте Ребят, вы выиграли пять тысяч гривен Вы можете продолжить А можете забрать и более легко поделить Один, три, один Честно, поровну Поровну По заслугам, да Мы идем дальше Идите Поехали Согласитесь, у каждого из нас есть друг дебил Ну, в общем, по-своему себе общаюсь с девушкой в клубе Приезжаем ко мне Завожу ее в комнату Выключаю свет Раздеваю ее А у нее третий размер груди Ну я говорю ей, мол, ты не в моем вкусе И отправил ее домой А-а-а Так это ты дебил Да-да-да-да-да-да-да-да Девушка в лесу забыла, как кричать ау Кто здесь? Надо запомнить Девушка вернулась домой с корпоратива Я танцую босиком на песке! Маша выйдет с кошачьей коробки. Смеялся. В последней секунде, друзья, и вы все-таки зарабатываете 10 тысяч, потому что на последней, на последней секунде я нажал кнопку вместе с этой сиреной, друзья. Витя подслуживает. Нет, Вова, ты засмеялся, было как раз 59,9. А, 59,9? Да. Интересно, у него часы. Да. Ну, поздравляем вас. Спасибо. Ребята, вы выиграли 10 тысяч гривен. А почему же вы не смеялись? Мне Вова сказал молчать. Ребята, вы можете забрать 10 тысяч гривен, но мне кажется, что 20 будет намного лучше. Вы знаете, будет лучше, но... Деньги! Деньги! Все. Вы знаете, мы... До свидания. Мне казалось, вы хотели поиграть еще. Маша, вы сами-то как чувствуете? Мари, край 20 тысяч. Нет, мы забираем деньги. Да? Все, женщина сказала. Ребята, 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 20 тысяч гривен. Одна минута. У комиков очень хорошее настроение. У вас есть все для того, чтобы их насмешить. Смотрите, Женя, он не будет смеяться. Особенно Маша у вас. А вы работаете на Вову. Конечно. И поздоровайтесь с Витей еще раз, и все будет хорошо. Здравствуйте. Ребята, играем? Нет, мы забираем деньги. Нет, спасибо. Спасибо, в следующий раз. Ну, это ваше решение. 10 тысяч гривен уходят с Кременчук. Лучше 10 тысяч на 3, чем 20 на 3. На пить. На нашей сцене Руденков Александр, Запорожье. Добрый, добрый, добрый вечер. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Как у вас настроение, скажите? У нас? Да. Обалденное. А у вас? Саша, хорошее начало. Спасибо. Остается только нас рассмешить, потому что аудиторию вы уже своим обаянием взяли. Удачи вам. Спасибо большое. Саша, если вы готовы, я запускаю первую минуту. Поехали. Мальчик, похожий на куст, ненавидит собак. Герб Молдавии изначально предназначался для отпугивания ворон. Батюшка купил славутую, через пару дней отрекся от веры. На передаче «Голос краины» девушка начала рожать, но никто из судей так и не повернулся. У колумбийского спортсмена нашли кровь в алкоголе. Катя любила Игоря настолько, что изменяла ему только с парнями, похожими на него. Годы тренировок помогают директору пивзавода открывать дверь глазом. Ночная бабочка Лулу на темном участке трассы первое время работает как GPS-навигатор. Милиционеры зафиксировали, не зафиксировали нарушения подполковника милиции. Сын работницы пенсионного фонда, чтобы получить карманные деньги в школу, должен выстоять полдня в очереди. Виктор Павлик изменил имя и фамилию, теперь он Павлик Виктор. Ренат Ахметов при большом желании может дозвониться и на выключенный телефон. На уроке право... Сорвался Владимир Зеленский и принес Александру одну тысячу гривен. Александр, у меня есть вам совет. Да. Мне кажется, что если вы будете успевать между своими шутками сами над ними смеяться, будет намного веселее. Я смеюсь внутри просто. Нет, а вы делайте это для нас. Хорошо. Как Евгений. Давайте попробуем. Он тоже внутри смеется все время. Александр, вы идете на вторую минуту? Да, конечно. Да, конечно. На уроке право ученик настолько правильно отвечал, что его посадили на пять лет. Евгений Гришковец так вжился в роль саранчи, что отгрыз себе руку. У директора автозаза остановилось сердце, но тот завел его с толкача. Таракан завелся в семье бомжей и стал кормильцем семьи. На свадьбе фрезеровщиков кольца одевают сразу на локоть. В новогоднюю ночь Павлу Зиброву выгоднее работать таксистом. Надежда Кадышева начала водить хороводы на утренники внука, и дети начали стареть. Юля с четвертым размером груди была уверена, что свой диплом она получила за знание. Девушка с очень извращенной фантазией учится целоваться на квашеном огурце. Костя был настолько медленный в постели, что гусеница, которая лезла по потолку, пришла к финишу первой. Из-за выбитых зубов гопник Игорь покупает только лущеные семки. Жена пожарника кормит его через гидрант. Маша Распутина решила попробовать пельмени. Впервые в истории пельмени ели пельмени. Когда Вася собака прокусила мяч, он решит... Александр, а почему же вы меня не послушали-то? Вы опять не смеялись над своими шутками. Александр Сергеевич, а скажите вообще, вот что вас привело в нашу программу? Все-таки желание заработать деньги или стать, в общем, получить популярность? Наверное, и то, и другое. Отбить деньги на проезд на поезде. Как минимум, да? Как минимум, ну, студенты, понимаете. Ну, честно говоря, я понимаю, что такое студенты. Мы сами были в этом шикарном, лучшем, мне кажется, возрасте. Я, честно говоря, вам желаю, хоть вы нас и не удивили, я вам желаю, чтобы вы добились своего результата. И, может быть, вот когда-нибудь, вот посмотрите на эти фотографии в нашей декорации, нам бы было бы очень лестно, чтобы когда-нибудь своим портретом вы украсили студию комика. Спасибо большое. Удачи. Спасибо, Александр. Вам удачи и привет всеми Сапорожьи. Хотелось бы еще побыть на этой сцене. Приятная атмосфера, действительно приятные люди. А у нас на сцене дуэт. Шваб Александр и Домашин Денис. Велыка Пятыйгорка. Привет, Жаня. Ой-ой-ой. Привет, Вон. Я жду, не дождусь, когда так будут выглядеть Кышевой Зеленский. О, привет. Не дождешься. Так вы это, спортсмены? Не. Не, просто футболки маленькие, да. Да. Спецонтак одели. Немножечко, да? Немножко подкачиваетесь, ребят? Ну, да. Работа заставляет. Работа такая? Ну, да. А чем вы занимаетесь? Стриптизер. Я его охранник. Охранник, значит, неплохо зарабатывает стриптизер. Ну, да. Что вы сейчас делаете? А, я ничего. А, показываете, как бьется у вас сердце с правой стороны. Это честно, конечно, перед тем, как выступать, себя пощупать. Это нормально. Тоже себя пощупали. Хорошо, значит, вдвоем будете выступать. Ребят, ну, как... Какое у вас прозвище, кстати? Прозвище? В стриптиз-баре. Ну, так же называют. Лом. Лом. Швеллер. Лом и Швеллер. Это эротично. Удачи. Спасибо большое. Ребят, вопрос перед тем, как вы будете выступать. Скажите, если вы выиграете деньги, где вы их понесете? Показать? Ну, если это смешно, то это лучше показать после того, как начнется время. Хорошо. Ребят, вы готовы? Конечно. Это как в стриптиз-клубе сейчас был вопрос. Вы готовы? Да. Конечно. Ребят, поехали. Ситуация мураха. Два боксера гуляют в парке. Что? Ты Кличка боишься? Да, с Володей голодным можно бороться. А Виталийка опа и выключил. А ты Валуева. Ха-ха. Да, подивись на Володю, не меня. А я просто красавчик. Глянь, Жук. Ой, поехали дальше. Врач. Что, тебе вчера на тренировке не было? Там, блин, я с тенезиологом устроился, знаешь, вот работа. Сурово. Ну ничего, выключателем почти работаем. Правый выключатель, выключаем. Красавчик. Поехали дальше. Амбалу бабушки. А ну что? Что ты забыв с корогою, чтобы в ведре кровь с молоком? Ну бабушка, ты же сказала, по рогам, по спине и ха-ха-ха-ха. Вот. Поехали дальше. Свадьба. Привет. Привет. Что ты, чего взженився? Да неудава трогай. А что ты? Да, блин, у меня жинка, 100 килограмм от груди. Ну получилось. Хорошие образы, Саш, Денис. Такие образы. Конечно, даже как-то смешно смотрелось, когда вы играли бабушку. Всем бабушкам такого здоровья. Ну а вам успех, потому что было, честно говоря, не смешно. Ребят, встретимся в карантис-клубе. Ой. Спасибо. Проговорился. Расмеши свежного. Сделай, чтоб о нем смеяться. Расмеши свежного. И под столом валяться. Ну на сцене было круто, зал вообще бомба. Вроде трохи, ну там, смеялись, да? Ну да. Нормально. На сцене житель Харькова. Зубарев Владимир Васильевич. Расмеши свежного. Размеши меня, разве же меня. Здравствуйте. Владимир Васильевич, здравствуйте. Я помню вас и люблю. Не разлюбил еще. Видишь, не видя тебя, тебя помнят, ведь я люблю. Да, да, да. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь на Новый год приходили к кому-нибудь в квартире в костюме Деда Мороза? Обязательно. Чем вы занимаетесь, Владимир Васильевич? Ну с культурой всякие. Ну кому памятник поставить, кому яму выкопать, да? А сейчас... Творчеством занимаетесь, да? Да, да, да. У меня профессия много. А сейчас я играю, как говорится... Там же, там же, где работали. Нет, нет, нет. На транспорт, там развлекаю народ. Ну, копейку там. А кому, как говорится, ну... Полю Шмеля, а кому Мурку, да? Ну, короче, вот так вот. Короче, понятно. Ну, на пенсии. На пенсии, да? Да. А до пенсии кем работали? О, да, много работали. Очень много. Начиная, в общем, музыкант, художник, маэр. Ну, все. Все было. Так нигде и не работали, понятно. Всю жизнь работали. Так. Владимир Васильевич, а чем хотите нас порадовать? Ой, да старенький, у меня наблюдений много. Оно же, видите, как валяется. Только подними, наклонись, как говорится. Не ленись, да. Ну, и оглянись, конечно же. А то, собственно, там... Огляните, там ведущий. Владимир Васильевич. Да. Все мы там будем. Это правильно вы заметили. Туда смотрю, да? Владимир Васильевич, если вы готовы, мы можем приступать. Да? Конечно. Итак, минута пошла. Сейчас. Опа. А, иду полем. Говорю, змея лежит. Ну, я же ей говорю, укуси меня. Ну, не хочу жить, да? Приятно. А она говорит, мужик, я для чего здесь захожусь? Лизнуть могу, да? Я говорю, и тут уже. Владимир Васильевич, на 13 секунде вам удается. Удается заработать одну тысячу гривен. Вы размешили Владимира Зеленского. Но, мне кажется, он был готов засмеяться и на пятой секунде. Но это хорошо, значит, у вас еще осталось много юмора. Ой, его много всегда. У меня всю жизнь... Юморный юмор. Я же мухоморные смеси пью. А, вы пьете мухоморные смеси. Это символ смеха у меня мухоморы. Понимаете? Владимир Васильевич, я предлагаю вам взять вторую минуту и заработать пять тысяч гривен. Ну, попробуй, наверное, все равно. Давайте попробуем. Вообще-то я хочу много... У меня там много всего. Но, ладно, большому этому маленькому... Ну, давайте, наверное, уже начнем. То, что вы хотите много всего, это здорово. Но, пока мы можем вам предложить только пять тысяч. Ну... Мы идем на пять тысяч? Владимир Васильевич, это тоже день. Идем? В наше-то время. Да. Поехали. Моя милая, как вечер, говорит, погладь меня. Это что, утюг, что ли? Она говорит, тогда буду смотреть передачу. Может, Ермоленко покажут. К нему буду приставать. Говорят. Да, Волочка, да. Мы можем посмотреть, мы можем посмотреть. Я кашлял, Витя. Пусть покажет. А я могу увидеть это? Вот, смотрите. Вот, смотрите. Оп. Да. И я засчитал это за улыбку. Улыбка, улыбка, улыбка. Владимир Васильевич, пять тысяч гривен у вас в кармане уже. Можете их забрать и поехать домой. Но я хочу спросить у вас. Что вы говорили, да? Будете вы продолжать? Но учтите, если на следующей минуте вам не удастся рассмешить. Вы знаете, я знаю, что я смогу рассмешить. Это в прошлом моя профессия была, понимаете? Поэтому, то есть я был ведущим и так далее. Конференции. Вы были ведущим? Вот. Но. Дело в том, что я хочу вам пожать руки, во-первых. Пожать руки. Так, спасибо. И, во-вторых, мне нужны немножко денег. Так что, наверное, я не буду. Остановлюсь. Пусть так будет. Вам удачи, любви. Я возьму деньги. Владимир Васильевич забирает деньги. И мы поздравляем его с выигрышем в 5000 гривен. Размеши свечного. Сделай, чтоб потом спрятать. Спасибо. Спасибо. Удачи. Любви и смеха. И успеха. Вам не помогает. Для вас любви. Размеши свечного. Пусть намочит колготки. Размеши свечного. Но только не использующие водки. Такой, да, можно вызвать смех оптимизмом просто. Абсолютно. Хорошим настроением и все. Не важно, что важно, как ты это говоришь. Ой, деньги отдам долги. И остальные прохожу с друзьями. На сцене шинкарь Петр из Кушницы. Размеши свечного. Размеши меня, размеши меня. Здрасте. Что ты выдыхаешь, Петя? Волнуешься? Очень. Хочешь, Петя, поговорим, расслабимся? Или сразу хочешь жить? Расслабимся, реально расслабимся. Привез коньяк в Закарпатске, но еще не пробовал. Вы из Закарпатии, да? Да. Что, Витя, пожалуйста. Да, я очень хотел спросить, где находится Кушница. Ты меня перейдил с вопросом. Достаточно ввести в гугле. Кушница, фестиваль КВН. В общем, там сразу куча репортажа. Колоритные конкурсы, перенос барановых, бег на ходулях, дикий футбол, ночные танцы и приколы среди... В общем, в общем, в общем. Это по поводу, где находится? Наверное, ему стоит побывать в этом колорите. Да? Уникальный край. Спасибо за вопросы, очень хорошие. Не, ну, круто там... Стели ровненько, как-то ножки, не чешемся. Все, поехали, аплодисменты. А вот знаете, почему вот это вот поехали, ровненько сидим? Потому что в анкете написано, что вы учитель, да? Да-да-да-да-да-да-да. О, вспомнил, да? Бывает же. В средней школе у учитель чего вы? Учитель истории, права, географии. Конкурс. Спасибо, да, это очень почетная работа. Ну что, прям всего истории, права, географии. Ну, по диплому истории, права, ну, вы знаете, как это, иногда хочется лишнюю копейку взять к пенсии. А вдруг государство вспомнит о нас? Хотя, вряд ли. Вот она копейка. Сам тебе задает вопрос, сам отвечай, Петя. Ну, Владимир, кто-то должен же говорить. Женя молчит. Это правда. Женя молчит, это точно, да. Петр, а я говорю и предлагаю вам одну минуту и тысячу гривен. Вы готовы? Спасибо, поехали. Чтобы победить программе, необходимо три вещи. Володьке, Женьке и мне. Вы, наверное, будете смеяться, но меня уже прет. Реальная первая песня о украинской медицине. В моем окне горит свеча. Ведь не дождались мы врача. Петр, вы зарабатываете одну тысячу гривен. Петр, я хочу предложить вам еще одну минуту. Вы берете ее? Возьму. Хочу сразу сказать, больше эмоций, потому что не выстачает какой-то экспрессии. Спасибо. Итак, Петр Викторович Кушница. У каждого дома есть домашние животные. Меня кошечка, она всего боится. Но как-то включил пылосос, ничего как-то втянулось. Итак, песня о домашнем животном. Кошечке. Ну и конечно же, самая лучшая песня, хит-от. Песня о Шреке в мужском туалете. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Не плачь, еще одна осталась дочь. У нас с тобой. Песня Людоедов. И следующая композиция специально для тех, кто любит ошибаться. А я нашел другую. Хоть не люблю, но дешевле. Жаль, Петр ничего не выиграл. Теперь детям придется сдавать деньги на ремонт класса. Да. Сожалей. До свидания. Спасибо, Петя. Не разреши. До свидания. Размеши свежного. Сделай, чтобы он спьянся. Размеши свежного. И под столом валяться. Прекрасный настроение, несмотря на то, что не удалось развеселить комиков. Но очень приятно, что показал свой материал. И главное помнить, смех продлевает жизнь. И у кого-то она будет длиннее. А мы приглашаем на нашу сцену Горбунову Валентину Николаевну. Полтава. Валентина Николаевна, здравствуйте. 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 Мое почтение. Вы прекрасно выглядите. Ой, спасибо. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, повернитесь к нашим комикам, чтобы они вас видели. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Полоску. В полосочку. Но очень хочется, чтобы в вашей жизни только белые полосы преобладали. Юбилей, юбилей. У вас юбилей, юбилей? Да, 80 лет. Но мы желаем вам выиграть деньги. Спасибо. Удачи. Валентина Николаевна, если вы готовы, то первая минута пошла. Все. Что на ней я не вижу ни капельки жиру? Что же она хвигурно и схожа на сокиру? Ни, серьезно вас питаю. Знаете ви точно, что ця курка не топтана, жива непорочно. Продавшица зуби стисла. Ну, чего ж питати? Який дурень таке стерву захоче топтати? Ой, забыла дальше. А, четыре халата. Человеку на службе сделалось плохо. Через это он до квартиры приплентался рано. Чего это такая же жинка, как та дурнула-па? Валентина Николаевна, к сожалению, правила нашей игры очень жесткие и вам не хватило времени. У нас закончилась одна минута, но весь зал вам рукоплещет, потому что в вашем возрасте, дай бог, всем так выглядит. Вы большая умница, спасибо вам большое. Всей Полтаве привет. Насмеши свежного, сделай, чтоб парень смеялся. Насмеши свежного, и под столом валяться. Зал смеялся, потому что действительно они были смешные у меня. А вот комики почему не смеялись, вот это я не знаю. Кобот, Дмитрий и Зарбалеев, Руслан, город Киев. Насмеши свежного, размеши меня, размеши меня. Здравствуйте всем, привет! Привет, ребят, привет. Ну вот, настроение появилось. Ребята, не испортите его, пожалуйста. Постараемся. Ну давайте, мужики, вы светлые такие. Вот сразу, вот прям, давайте сразу. Хотите? Да, да, без вопросов. Да, без вопросов. Отлично, спасибо. Текстовые шутки. Магнолия ТВ ворует детей ради рейтинга. Китайцы, кушая лимон, слепнут. Когда у Ивана Грозного заканчивались колья, он сажал людей себе на коленки. Иван Грозный, Грозный, но такой милый. Купи бабушке айфон, отомсти ей за деревянные игрушки. Миниатюрка. Человек, который закручивает крышечки на заводе Кока-Кола. И-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. И-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Королева Великобритании увидела в толпе азербайджанца. Хелло, хелло, хелло. Во! Хелло, хелло, хелло. Диктор канала СТБ устроился работать футбольным комментатором. Маташ, мяшный спальш, наслаждайтесь по своему будь, вы будете передаваться на Артема Милевского. Мячу Артему Милевску! Артему затынство было дуже тяжко же. Дай сроки, мне нравится, я опять-таки. Вы зарабатываете одну тысячу гривен. Ребята, вы будете продолжать? Да, конечно. Но и с азербайджанцем было тоже мило, на самом деле. Спасибо, конечно. Это он и написал. Идем, да, дальше? Идем, идем дальше. Поехали. Продолжаем. Спасибо. Ну раз поперла, шутка. Наша Таня громко плачет. Нашу Таню бросил хачик. Тише, Танечка, не плачь. У нас ведь каждый третий хач. Продолжаем. Тоже шутка. Сторож уснул в морге и влился в коллектив. Миниатюрка, миниатюрка, миниатюрка. Клаустрофоб играет в догонялки. Тихо, 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 я в домике. Продолжаем. Рыжего из группы Иванушек заменили на обычного священника. Снигери, герой, погляди. Снигери, герой, поглядь, 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 поглядь. Николай Азаров учит польский. Як съямаешь, допшки, дружки. Фу, да это ж украинский. Песочный человек против женщины-кошки. Кто это сделал? Кто это сделал? Кто это сделал? А то кто сделал? Продолжаем. Терминатор встретил выпускницу. Мне нужна твоя одежда. Если найдешь, забирай. Девушка попала в мусорный бак. Алло, дорогой. Ну, молодец, молодец. В линии очень быстро пролетает наша минута. А не будет такой штуки? Вы там просмотрим повтор, вы где-то улыбнулись. Штуки такой. Нет? Ну, мы любим, это любимый момент в передаче. Ну, понятно, да, понятно. Вы знаете, давайте попробуем посмотреть. Я бы, на самом деле, и Женю, и Вову мог посмотреть. Там Вова тоже где-то на 50-й секунде. Вот, 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 видите? И Женя где-то там на 38-й, что ли? На 38-й ты уже, Женя. Поздравляем. А ну-ка. Вот, смотрите. Это было. У Женьки чуть-чуть было, мне кажется. С тебя пять штук. Пол улыбки от Зеленского, пол улыбки от Кашевого. Вместе одна улыбка от наших комиков. Итак, ребята, выигрывают на данный момент 5 тысяч гривен. И я задаю им вопрос. Ребят, вы будете продолжать или вы заберете деньги? Да, это тоже, она смешная. С Богом. Продолжаем, спасибо. Муж возвращается домой из командировки. Дорогая, я вернулся так удочкой. Тимонетчик, все, я на рыбалку. Стоп, а может, у меня любовник. А может, я и не на рыбалку. Продолжаем быстренько. Кондуктор решил в жизни что-то изменить. Билетики, пожалуйста. Билетики, пожалуйста. Билетики, пожалуйста. Your ticket, please. Билетики, пожалуйста. Как выглядит оформление страховки, если бы во всем мире была бесплатная медицина? Храните, Господь. Следующий. Храните, Господь. Продолжаем. Уборщица в игривом настроении. У очень некрасивого прыщавого парня начали расти усы. Ну вы-то хоть куда лезете? Парень приводит домой девушку, но у девушки порванный носок. Проходи, дорогая, смотри. Цветочки, шампанское. Что-то случилось? Я хочу тебе в одежде. Прямо здесь же. Давай. Миссионер. Посмотрим, как Верховная Рада приняла закон об отмене миссионерской позы. Шановные депутаты, я про забрали миссионерскую позу, потому что я уже трех задал ее. Каждый, каждый в вашей миниатюре чего-то чуть-чуть не хватает. Юмора. Как хорошо, что вы сами знаете, чего не хватает. Эти аплодисменты вам. Спасибо вам, ребята. К сожалению, у вас сегодня ничего. Мы договаривались идти до конца, мы пошли до конца. Не жалеем, но обидно. Все нормально, мы были смешные, мне кажется. Ну, такое. А я приглашаю на сцену Кононова Павла, город Харьков. Паша, здравствуй. Здравствуйте. А у меня такое ощущение, что мы с вами встречались уже в этой программе. Да. Меня тоже. Я смотрю, энергии у вас не прибавилось. Вы выиграли в прошлый раз или нет? Я выиграл в прошлый раз. А что пришли опять-то? Выиграть в этот раз. А сколько выиграли? Десять. А сколько сейчас хотите выиграть? А это мы узнаем через несколько минут. Через несколько? Ну, я надеюсь, через несколько. Скромно. Хорошо, удачи вам, Паша. Ну, давайте это узнаем прямо сейчас. Можно момент? Можно момент. Я хочу сразу перед вами извиниться. Дело в том, что я опять буду шутить про вас. А ничего страшного, вы прощены, потому что я не помню, как вы в прошлый раз шутили про нас. Тогда поехали. Поехали. Недавно с авторствием Голостяна и Шепелева вышла книга «Как непостоянен этот мир». Виктор Васильев жалуется, что место ведущего пахнет дранниками. В казахской версии «Рассмеши комика» вместо Зеленского и Кашвова стоит большой постер. Когда Зеленский слышит песню «О боже, какой мужчина», его внутренний голос говорит «Да, да, это я». Ведущий «Рассмеши комика». Нет, ну это была улыбка внутри, которая вылезла чуть-чуть. Все такое, что ты на меня так смотришь. Павел, но если честно, вообще, конечно, это тяжело шутить про людей, которые сидят напротив вас и сзади вас. Мне казалось, что у вас это не получится. Но при этом я предлагаю вам еще одну минуту, чтобы ваша сумма увеличилась в пять раз. Я согласен. Вы согласны, поехали. Владимир Зеленский потерялся в лесу, если бы не надоедливые папарацци его бы не нашли. Зеленский, чтобы не перепутать, в каком городе он выступает, обычно говорит «Ну здравствуй, Глэнск». От Кашвова падает тень в виде затмения солнца. Ведущих «Рассмеши комика» на самом деле двое. Виктор Васильев и Митя Хрусталев. Митька просто маленький, его из-за стола не видно. Стало известно, почему из шоу шел Шепелев. Дмитрию на стул подложили злочастную синюю кнопку. Когда-то в детстве Кашвова захотел подстричь виски, но парикмахера было не остановить. Виктор Васильев сел в кресло ведущего, и ему сразу захотелось проголосовать за Лукашенко. Передача «Рассмеши комика» значительно выросла. Судите сами, средний рост ведущих первого сезона 165 сантиметров, а шестого же 179. Когда Фабиен Барте спасал свои ворота, его целовали в лысину. Кашвова не вратарь, но он тоже нуждается в ласке. Паша, я с трепетом предлагаю вам еще одну минуту, и вы будете продолжать в таком же духе. Сейчас, секундочку. Просто я хочу спросить Хрусталева, вылезайте с подстава или нет? Пока пустам. Затекли ножки. Давайте. Давайте, говорит Павел. Хотя у него уже есть 5000 гривен, но хочет 10. Паша, третья минута пошла. Зеленский участвовал в шоу «Форд Боярд» и вынес оттуда 5000 гривен. А меньше баржал вынес бы 10. Странное совпадение. У Зеленского кот породы сфинкс, а у Кашового британский длинношерстный. Зеленский не заправляет свою машину 95-м. Принципы принципами, а 92-м реально дешевле. Девушки не любят встречать рассвет с Евгением Кашовым, потому что он слепит их бликами. Во время игры в водное поло Кашового часто получают по затылку. Я вообще не понимаю, что в рыбку. Ну потому что визуально это очень смешно. Визуально это действительно смешно. Паша, вы выигрываете 10 тысяч гривен. Паша, можете еще раз попросить прощения у наших комиков и идти на 20 тысяч. Паша, подумайте, подумайте. А как зал думает? Я вам честно скажу, зал поделился ровно 50 на 50. Есть шутки, Паш, еще? Да есть шутки, давайте. Да шутки-то есть, говорит. Ну а что тогда думать? Давайте еще одна минута. Браво, поехали. Когда Виктору Васильеву предложили работу, где надо нажимать на кнопки и подшучивать над людьми, он подумал, что ему предлагают работу лифтера. За три года существования «Рассмешу комика» два раза менялся ведущий. У тренера шоу стала всего одна замена. Когда Вера Сюка начинает гореть уши, он сразу звонит Зеленскому и спрашивает Вова, в чем дело? Когда Верховной Раде становится скучно, депутаты показывают миниатюры про актеров 95-го квартала. Когда Жанна Фриске лежала в роддоме, Дмитрий Шепелев носил ей бананы и кокосы, а апельсиновый рай. На репетициях квартала Супермаркет бегает кашовой, потому что у него лучшая аэродинамика. Близорукий... У меня не сильно много шуток осталось, поэтому из соображений того, что я просто не рассмешу вас, я заберу деньги. Паш, ты посмотри, мы начали смеяться над собой. Зал начал смеяться над нами. И все мы смеемся над Женей. Особенно Вова. Наспрояние приподнятое у всех. Я слышал много шуток про Женьку, но это очень интересные формулировки. Не сдавайся, Паш. Может, послушаем еще парочку на 50 тысяч и выиграем? Паш. Нет, у меня действительно немного шуток осталось, поэтому я заберу деньги. Это не важно, они могут быть очень смешные. Четыре шутки. Ну а потом заново начнешь? Нет, так не честно. Я заберу деньги. Он забирает деньги, это его право. Павел Кононов, Царьков. И не извиняйтесь еще раз. Спасибо, Роджи. Я сам писал эти шутки, честно боялся, что меня возненавидят. Но оказывается, они это им понравилось, все смеялись. Мне кажется, что участники, которые сегодня выиграли деньги, сразу же поедут по магазинам. Да никуда они не поедут. Почему же? Потому что сейчас мы им подарим сертификаты на 2000 гривен от интернет-супермаркета «Розетка Юэй». Спонсора выходных. Да, и они все смогут заказать в интернете. Легкости. Тех, кто только что включил телевизор, хочу огорчить, вы пропустили шоу «Рассмеши комиков». Но у вас есть шанс посмотреть его ровно через одну неделю на канале «Один плюс один». С вами был Виктор Васильев. До встречи. Увидимся. Пока. Рассмеши свежного. Пусть намочит колготки. Рассмеши свежного. Но танка не используй щекотки.